Всем доброго времени суток! Сегодня у меня в меню борщ пикантный. Он такой вот получается густой, сытный, ароматный. А цвет, посмотрите, какой у него красивый, красный. Предлагаю посмотреть данное видео и попробовать приготовить такой же суп. Ну а для начала сварю бульон. В холодную воду отправляю мясо на кости, кладу туда несколько горошин перца черного и ловушку. Дам закипеть и теперь сниму пенку. Бульоны я стараюсь варить всегда на кости. Они получаются более ароматными, сытными, словно наваристыми. Далее я посолила, убавила огонь и закрыла крышкой. Дала провариться с часок. Теперь, как видно, я бульон процедила. Отправляю в бульон картофель, нарезанный мелким кубиком. Пять минут буду варить. Рядом у меня сковорода. Наливаю растительное масло. Нарезаю репчатый лук. Буду обжаривать. Там вот видно немножечко, что рядом у меня обжаривается репчатый лук. В картофель отправляю нашинкованную свежую капусту. Можно вместо капусты свежей положить соленую квашеную капусту. Пока варится капуста, я к луку отправляю морковку. Морковь здесь у меня замороженная. Можно использовать свежую. Обжариваю. И добавляю натертые на терке свекло. Далее. К свекле я отправляю томатную пасту. Размешаю. К томатной пасте я добавляю щепотку сахара. Заливаю водой. Можно залить бульоном. Дам закипеть. Убавлю огонь. И пусть у меня зажарка томится. Далее добавляю зелень, чеснок, острый перец. И тут для пикантности он для вкуса. И еще добавляю чернослив. Нарезанный кусочком. Пока томится у меня зажарка, я с косточки очистила мясо и отправляю бульон. Попробовала. И еще присолю. Суп практически уже готов. К нему я отправляю зажарку. Даю закипеть. Суп готовится очень быстро. Не надо давать сильно. Долго кипеть. Иначе у вас цвет потеряется. Все. Теперь я выключу огонь. После того, как закипело. Закрой крышкой. Дам настояться минут 5-10. Ну, а потом зову всех к столу. Ароматный, красивый, наивкуснейший борщ готов. Приятного аппетита. Буду очень рада, если вам понравилось мое видео. И вы приготовите себе такой же суп. А может даже еще вкуснее и красивее. До новых встреч. Не забывайте поставить лайк и оценить мой труд. Спасибо. До новых встреч.